Итак, господа, обнародована декларация о доходах за 2015 год руководителей Центрального банка России. Судя по отчетам чиновников, их доходы выросли уверенно от 20 до 50%. В лидерах по темпам повышения личного благосостояния, как и положено, собственно, руководитель банка, сама Эльвира Набиулина. Ее доход увеличился на 80% по сравнению с 2014 годом, с 12 миллионов рублей до почти 22 миллионов. Но по абсолютным показателям председатель ЦБ уступает своему заместителю Сергею Швецову, который заработал более 58 миллионов рублей за минувший год. Напомню, что господин Швецов курирует в Центробанке финансовые рынки, в том числе и валютный. Работа тяжелая, нервная, а потому, видимо, и оплачивается так весомо. Ведь этому высокопоставленному чиновнику надо противостоять массе валютных спекулянтов, пресекая их попытки добраться до инсайдерской информации, чтобы впоследствии использовать в своих корыстных целях. Насколько эффективно чиновнику Швецову удается сдерживать аппетиты валютных спекулянтов, вы ежедневно наблюдаете в своих кошельках и сообщении о волатильности на финансовом рынке. Но не это главная новость. Ларчик открывается просто. Когда пытаешься проанализировать нынешнюю антироссийскую политику Центробанка, оказывается, у господина Швецова в собственности недвижимость в Соединенных Штатах и Испании. Теперь, я думаю, вы понимаете, почему Банк России готов покупать американские гособлигации на десятки миллиардов долларов, но при этом отказывается финансировать собственную экономику, собственную социальную сферу. Помогая Америке, нынешнее руководство ЦБ отчитывается о своей правильной политике в отношении Вашингтона. По их мнению, помощь США – это надежное размещение российских денег. В России же, как они считают, все разворуют.